Добрый вечер, здравствуйте, друзья! Континентальная хоккейная лига Кубок Гагарина. Второй отворот Дмитрия Николаева. Он перехватил рукавишник. Бол! 1-0! Магнитка! Данила Юров! Вот, пожалуйста. Идеальное попадание Данила Юрова в дальний угол. Под блин. Выкатился очень далеко. Вроде бы ближний угол был напрочь закрыт, но Юров-то увидел. Увидел свободный дальний угол и послал туда шайбу. То есть Николаев, он даже на щитках оттолкнулся, переместившись в центр. Но у него и корпус несколько повернут был. И, соответственно, дальний угол изначально был свободен. Но Юров кистевой бросок фантастический. Он им воспользовался и забросил первую шайбу в этом матче. Потому что им приходится спускаться пониже, чтобы эту шайбу сохранить. Магнитка чем ответит? Внимание! Интересно! Бросок 2-0! Денис Зернов! Но вот как раз забивают именно те, кому, может быть, были какие-то там вопросы по предыдущим матчам, учитывая их невысокую результативность и такой какой-то диссонанс наблюдался. В регулярке все хорошо, а в плей-офф не густо. Вот и Денис Зернов набирает только свое третье очко в этом плей-оффе. Вот единственное из этой тройки, кому не было никаких вопросов по ходу этого плей-оффа, это Роман Канцеров. И по сути именно Роман Канцеров делает эту шайбу для Магнитка. То есть Магнитка бы с удовольствием дотянул до первого перерыва при счете 2-0, но сейчас вынуждена отвечать. Ого! Вот так отвечает Магнитка! Это 3-0! Данила Юров с дублем сегодня! И это только первый период! А это уже невнимательность на своем пятаке оставили Данилу Юрову без опеки. Прошла передача в центр, но из близкого расстояния Юров Николаева переигрывает в третий раз по ходу первого периода. Но это вот мы как раз с тобой возвращаемся к тому, о чем говорили. И иногда очевидный момент это не гол, а менее очевидная ситуация приводит ко взятию. Вратарь надежен. Пресс. Через 8 секунд комплект состава у Спартака. Бросок, гол! Бобченко со второй попытки. Лишь мы с тобой в унисон об этом говорим. Причем то же самое движение. Вот один шаг вперед и прицельный бросок. В первом случае шайба мимо створа пролетела, но опять подбор остается за Металлургом. Продолжается позиционная атака и в итоге Данил Вовченко со второго раза уже переигрывает Андрея Кореева. Вот как легко сейчас красно-белые убежали. То есть момент, который был создан по сути из ничего. Проигранная в брасане Металлургом. И при этом Спартак просто легко, спокойно убегает в контратаку. Два в истории КХЛ игрок Спартака, добившись такой отметки. Рубцов еще ближе. Ну и вот, смотрите, да? Шайба оказывается в воротах. И судья указывает на эти вороты. Вопрос. Вопрос здесь в том, каково было воздействие Павла Порядина на Илью Набокова. То есть в какой момент шайба оказалась в воротах Магнитогорского Металлурга. Потому что Порядин, опять же, он не сбавлял скорость. То есть вот он катит в сторону ворот. И в результате чего? Что было раньше? Касание Порядина вратаря или то, что шайба оказалась в воротах? А, ну отменят, отменят. Понятно, что судья с игры засчитывает, потому что он должен зафиксировать это. Голдобин. На дальний угол. 4-3. Спартак реализует и это большинство. 8-47. Вот столько играть в третьем периоде. И совсем не хочется Александру Питунину покидать скамейку. Оштрафованы. Да, четыре подряд забрасывает Металлург. Тремя голами подряд отвечает Спартак. Забрасывая сегодня исключительно в большинстве и в меньшинстве. Мы помним шайбу Мальцева. Ну вот. Ой, как здорово отдал. Коробки. Гол. Т-3. Фантастический Робин Пресс. Вторая его результативная передача в этом матче. Ну он все сделал сейчас. Да. Вот еще раз. Давайте посмотрим. Сам Пресс эту атаку начинает. Легко. Чуть ли не пешком проходит среднюю зону. И вот здесь стянул на себя Локтеонова. Дождался, когда на него выдернется.